Здравствуйте, уважаемые учащиеся 6 класса. Тема урока. Развитие критического мышления через приключенческие игры. Цель урока. Понимать и применять собственные творческие способности и способности других, а также предлагать альтернативные решения. Сначала выполним разминку. Исходное положение. Руки на пояс, ноги на ширине плеч. На раз поворот влево, руки в стороны, вдох. Два исходное положения. Три-четыре, тоже в другую сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, стой. Повороты головы влево, вправо. Упражнение начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, стой. Наклоны головы влево, вправо. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, стой. Исходное положение. Руки в стороны, ноги на ширине плеч. Вращение кулаками. Вперед, назад и предплечьями. Начинай. Раз, два, три, четыре. Назад. Раз, два, три, четыре. Предплечьями. Раз, два, три, четыре. Назад. Раз, два, три, стой. Исходное положение. Руки вперед. Вращение прямыми руками вперед и назад. Упражнение начинай. Раз, два, три, четыре. Назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, стой. Исходное положение. Руки вперед. Вращение правой рукой вперед, левой назад. Начинай. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Смена направления. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, стой. Упражнение на баланс. На раз. Руки согнуты к плечам. Стойка на одной ноге. Колено поднята до пояса. Два, три. Наклон туловища вперед. Руки вверх. Нога вытянута назад. Четыре. Стойка на одной ноге. Раз, два, три, четыре. Стой. На другую ногу. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Стой. Следующее упражнение. Выпад вперед с поворотом туловища влево-вправо. Руки вперед. Начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, стой. Следующее упражнение. Переход в планку с упором на прямых руках и с полуприседа. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь. Стой. Выпады на месте. Правая нога назад. Упражнение начинай. Раз, два, три, четыре. Левая нога назад. Раз, два, три, стой. Прыжки из полуприседа. Руки в стороны, ноги врозь. Исходное положение. Принять. Упражнение начинай. Раз, два, три, четыре. На месте. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На месте. Стой. Раз, два. Упражнение на восстановление дыхания. На раз. Руки вверх. Поднимаемся на носки. Два. Выдох. Руки вниз. В исходное положение. Упражнение начинай. Раз, два, три, четыре. И раз. Два. Три. Стой. Предлагаем познакомиться с подвижными играми с элементами волейбола, в которых учащиеся улучшают свое ориентирование в игровом пространстве, развивают навыки сотрудничества и критического мышления. Подвижная игра. Мяч капитану. Игра способствует развитию координации, точности движений, внимания. Количество игроков. От 8 до 16. Игроки делятся на команды и выстраиваются в колонны. Напротив каждой команды на расстоянии 4-5 метров стоит капитан, который поочередно посылает мяч игрокам своей команды. Способ передачи мяча оговорен заранее. После обратной передачи игрок идет в конец колонны. Побеждает команда, игроки которой дольше продержат мяч в воздухе. Вариант. Игроки становятся в круг, а капитан в центр круга. Все передачи идут через капитана. Выигрывает команда, которая сделает меньше ошибок в течение трех минут. Усложненный вариант игры. Игрокам отбивать мяч, опустившись на одно колено, на оба колена или сидя. Следующая игра. Мяч в воздухе. Количество игроков от 6 до 15 человек. Условия игры. Игроки делятся на 2-3 команды и становятся каждая в свой круг. По сигналу начинается передача мяча заранее обусловленным способом в любом направлении. Игрок, допустивший ошибку, покидает круг. Игра продолжается до тех пор, пока в круге не останется один человек, который считается победителем в своей команде. Затем победители каждой команды играют между собой, выявляя чемпиона. Вариант. Игроки не выбывают, а за ошибки командам, которые они представляют, начисляют штрафные очки. Выигрывает команда, у которой сумма штрафных очков меньше. Выполните учебное задание. Упражнение Супермен. Исходное положение. Лягте на живот и вытяните руки вверх. Прижав ноги и таз к полу, поднимите грудную клетку вверх. Напрягая мышцы пресса и спины, отведите руки назад и сожмите лопатки. Затем вернитесь в исходное положение. Выполнить три подхода по 12 повторений. Ответьте на вопрос. Какие способы передач можно применять в подвижных играх «Мяч капитану» и «Мяч в воздухе»? Какие похожие подвижные игры вы знаете? Спасибо за внимание. Будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok